Дорогие друзья, новое время требует новых подходов. В современном мире оперного певца есть вокальный педагог, отвечающий за вокальную работу голосового аппарата. Педагог-концертмейстер, пианист-концертмейстер, который помогает выучивать партию, но часто даёт советы по технике, хотя сам не умеет петь. Есть дирижёр, который не умеет петь, но пытается тоже певцу посоветовать, как нужно это делать. А ещё есть современный режиссёр, который с удовольствием готов повесить на современного певца микрофон, чтобы усилить голос, но не использовать натуральную пустику зала и не знать сильные точки сцены. В данный момент эти разные усилия направлены в сторону певца. Эти усилия очень разрознены, не несут целостного и понятного воплощения в звучании голоса, пониманию партии, проживанию момента сценической убедительности. Пришло время сказать, что необходимо обучать специальной профессии и создавать высококлассных педагогов-репетиторов с большим спектром компетенций. Такий педагог, репетитор, я называю такого педагога вокальным режиссёром. Концертмейстер-репетитор не может стать вокальным режиссёром, так как не умеет петь на высоком профессиональном уровне и не может изнутри своего тела чувствовать технологию вокала. К сожалению, в современном мире даже высококлассный пианист-концертмейстер использует мифы о вокале. Тем самым, вводя в заблуждение оперных певцов, например, современный пианист-концертмейстер просит певца петь вперёд, полагая, что если звук идёт вперёд, значит нужно петь вперёд, указывая на то, что там есть вокальная маска. Эта неверная информация передаётся из уст в уста от непоющего концертмейстера к певцу. Современные дирижёры, пианисты-концертмейстеры, режиссёры – все они не знают, что настоящая маска вокалиста находится в затылке и шее. Будем считать, что в этом есть первый парадокс оперного пения. Голос летит в зал, да, вперёд, но технический певец, хороший певец, хорошей вокальной школы поёт назад, в затылок. И сейчас, используя свой голос, я вживую покажу, как работает настоящая вокальная маска назад. На отрывке из «Арии Глинки». Грустно мне, родинцы, дорогой, В любом человеческом теле существует встроенным самим создателем, природой, богом, микрофоны, они встроены, которые позволяют обогащать голос обертонами и создавать плотность голоса с богатым тембром. Позвоночник и ребра являются самым сильным резонатором, иначе можно их назвать микрофонами внутри тела. Правильное использование этих микрофонов даёт голосу объём, богатый тембр, устойчивость, звучание и удобство. Например, из «Пучиневской арии». «Пучиневская ария» и «Пучиневская ария» и «Пучиневская ария» и «Пучиневская ария». Вокальный режиссер может быть только высококлассным певцом, понимающим изнутри технологию вокала, профессионально владеющим каким-либо музыкальным инструментом, знающий на практике певческую фонетику разных языков, понимающий законы интервалики и тестуль для разного типа голосов, понимающий, применяющий различия резонанса между согласной и гласной, а также понимающий логику вокальной фразировки, а не инструментальной. В процессе работы над вокальной партией вокальный режиссер должен ставить правильные задачи перед уже профессиональным, но дальше развивающимся певцом оперного театра. Например, задача развития правильного внимания певца во время пения. Певец не должен слушать свой голос, а ориентироваться на работу мышц и разных резонансных точек. Если певец, слушая свой голос, слушает свой голос во время пения, то этим неверным слуховым вниманием он тормозит скорость распространения и рождения своего собственного резонанса. Эта вредная привычка чаще всего приводит к такому дефекту, как качка голоса. Главная задача вокального режиссера этой новой профессии – это прочтение идей композитора, а не только идеи либретиста. Совокупность вышесказанных знаний и умений дает возможность вокальному режиссеру глубоко использовать и исследовать идею композитора. И выстроить интерпретацию, учитывая особенности и возможности конкретного певца, при этом рождается способность находить короткий и эффективный путь к убедительной интерпретации. Мне, пожалуйста, вторую страничку. Продолжение следует...